В эфире новости на шестом канале в студии Алексей Дудин. Здравствуйте. Обжаловали принудительное заселение. Областной суд рассмотрел апелляцию жителей Мурома, которые не хотят выезжать из аварийного жилья. Напомним, начало этой истории мы рассказывали в конце августа. Местные власти признали столетний дом аварийным. Жильцам предложили переехать в новостройку. Вот только люди отказываются. Они считают, что в новом доме жить невозможно. Поэтому администрация Мурома добилась выселения через суд. Как решение первой инстанции несогласные оспаривали в суде областном, расскажет Никита Королев. К тому, что дело зайдет так далеко, несогласные с властью были готовы. На рассмотрение апелляции приехали только два жителя аварийного дома. Всего же свою позицию отстаивает пять семей. Напомню, их переселяют из этого дома в Муроме. Комиссия признала, что жизнь здесь опасна. Несмотря на это, люди считают его пригодным для жилья. Свежие обои поклеили, линолем постелили, мебель новая два года назад купили. И вот это, посмотрите, признали аварийным. Из аварийного жилья людей переселяют по госпрограмме в новостройки. Эти дома построены по канадской технологии из так называемых СИП-панелей. Пока их возводят в качестве эксперимента. С виду дома выглядят вполне нормально. Но те, кому уже повезло получить в них квартиру, уверяют, жить здесь невозможно. Зимой холодно, шумоизоляции никакой, да еще и строительный брак многим приходится устранять за свой счет. Так что жить в таком доме переселенцы из аварийного жилья не хотят. Но власти подталкивают к новоселью через суд. Он принял решение расселить людей. Жильцы подали апелляцию. Адвокат попытался поставить под сомнение доводы Муромского суда. К примеру, судебную экспертизу, которая показала, что жить в доме СИП-панелей можно с комфортом. Непонятно, каким образом эксперт определил, работает вентиляция или не работает. Там работает система или не работает. Там теплоснабжение, водоснабжение. Ничего не проводилось, ничего не проверялось. Просто сам лично присутствовал на экспертом осмотре. Кроме того, что эксперт ходил с рулеткой и перемерял площадь квартир, которые и так были, в принципе, известны. Кроме того, несогласные переселенцы опасаются за свое здоровье. Они считают строительные материалы в доме СИП-панелей, выделяют токсичный газ, аммиак. По требованию прокуратуры Роспотребнадзор проводил проверку. Эксперты подтвердили превышение допустимого уровня токсинов, но людей заверили, что химическое вещество выветривается. Муромский городской суд даже не приобщил к делу заключения экспертов. Отказалась это делать и областная фемида. Представитель администрации Мурома продолжила уверять суд, что в новом доме жить безопасно. Чего якобы нельзя сказать о столетнем аварийном здании. Дом стоит под горой. То есть, не выполнена гидроизоляция. Опять же, мы выходили на место с очередным экспертом, с представителем Муромска, у нас проектная организация, осматривали состояние общего имущества. То есть, сейчас, в настоящее время, это заключение давал он в том числе и при представителях. Дом грозит обрушением. То есть, проживание в нем опасно. В итоге, жалобу недовольных муромлян областной суд отклонил. И оставил в селе решение суда города Мурома. Так что, похоже, людям придется переселиться. После оглашения судебного решения, они явно подавлены, но боевой настрой не потеряли. Говорят, не уедут из своих квартир, даже если придут приставы. Нет, выгнать нас насильно все равно не выгонят. То есть, будем бороться до конца. Каким образом? Ну, много еще способов, методов. Вот, на каждой болте есть свой ключ. Вот так. У нас, наверное, все на бумажках и по закону, а человеческий фактор – это, наверное, самое низшее, что есть. Сколько дом этот простоит, я думаю, он гораздо меньше, чем наш аварийный. То есть, те жильцы, которые в этом доме живут, уже хотят оттуда съехать. Но просто у них уже обратного пути нет. То есть, пока мы туда не въехали, у нас еще есть возможность бороться. В ближайшее время люди намерены подать жалобу в Президиум областного суда. А затем и Верховный суд. Кроме того, несогласные переселяться попросят помощи у гаранта Конституции. В столичную приемную Владимира Путина они отправятся в конце октября. Мы будем следить за развитием этой истории. Никита Королев, Лев Амин, 6 канал. Собираем урожай. Заместитель губернатора по сельскому хозяйству подвел предварительные итоги уборочной кампании. По урожайности зерна 33-й регион добился наивысшего показателя. Сбор картофеля остался на прошлогоднем уровне. А вот с другими овощами беда. Соберем только половину из запланированного. Какие еще проблемы тревожат вице-губернатора по селу? Узнаете далее. Африканская чума свиней серьезно подкосила животноводство 33-го региона. Из 120 тысяч голов осталось только половина. Было зафиксировано 27 очагов заразы. Большинство из них ликвидировано. Шесть территорий до сих пор на карантине. Больных животных сжигают. Затраты фермерам компенсируют по рыночной цене. Правда, платят только за еще живых свиней. Те, которые погибли до приезда ветеринаров, не считаются. Я бы не хотел здесь сейчас говорить о том, что область пытается каким-то образом чего-то не платить. Я понимаю ситуацию, которая складывается у населения. Я понимаю людей, которые теряют по голове. Но вы поймите тоже, что у нас ветеринары уже чуть ли не выходили из одного очага, они бежали в другой очаг. То есть ситуация была на самом деле очень сложной. Понятно, что не везде они успевали. Тепличный. С некоторых пор еще одна проблема регионального сельского хозяйства. Еще недавно у комбината было около 40 точек по продаже огурцов и помидоров в розницу. Сегодня едва ли наберется два десятка. По итогам 2016 года убытки тепличного превышают 70 миллионов рублей. А его бывший руководитель Виктор Шляхов на днях был арестован по подозрению в получении взятки. Заместитель губернатора поясняет, ситуация с этим предприятием действительно сложная. Зимой надо готовиться к посевной. Но на какие деньги? Раньше обычно на комбинате тепличный около 100 миллионов рублей лежало на депозитах как раз для того, чтобы произвести все эти зимние работы. Вот разница между тем и этим годом как раз отсутствие этого депозита. Понесли убыток и коневоды. В октябре в Юрьевпольском районе украли владимирских тяжеловозов. Лошади даже в выставках поучаствовать не успели. Да, в Юрьевпольском монастырском подворье хотели похитить 5 тяжеловозов. Один, видимо, оказался очень привязан к территории. Вернулся, вернулся. Да, четверых, к сожалению, увели. Новый вице-губернатор надеется, что у конокрадов проснется совесть и они вернут тяжеловозов. Ведь они с отличной родословной и могли бы представлять нашу область на соревнованиях международного уровня. Алексей Дудин, Александр Мажаров, Шестой канал. А теперь коротко о других новостях. Смертельная трагедия у химзавода. Такси Hyundai Solaris выехала навстречу и столкнулась с Volkswagen Passat. От удара Hyundai выбросила с дороги и машина врезалась в бетонный столб. 44-летний водитель скончался на месте. В Volkswagen пострадали водитель и два пассажира. С переломами и черепно-мозговыми травмами их доставили в больницу. В соцсетях очевидцы уверяют, что машина-виновница на большой скорости подскочила на неровности. И после этого таксист потерял управление. Что на самом деле стало причиной трагедии, установят эксперты. Выращивают овощи в убыток. Как показала проверка на комбинате «Тепличный», которую инициировала губернатор области, в 2016-м он составил почти 74 миллиона рублей. Хотя двумя годами раньше убыток был всего около 12 миллионов. Одной из главных причин эксперты называют морально устаревшее оборудование. Еще прежний министр сельского хозяйства Николай Федоров назвал «Тепличный» отсталым лет на 40. На освещение и обогрев «Теплиц» комбинат тратит почти половину своих доходов, а постоянный рост влияет на удорожание овощей. Однако их стоимость сбивают крупные оптовики. С ними комбинат вынужден был сотрудничать, когда ремонтировали мост через Рпень, поскольку мелкие оптовики из-за этого испытывали трудности с подъездом к «Тепличному». Сладкий десерт с начинкой из гашиша. Видимо, так решили подсластить жизнь в Головинской исправительной колонии родственники одной из осужденных. Наркотики сотрудники учреждения обнаружили в конфетах, которые пришли в посылки. Еще одна посылка с сюрпризом пришла в сезон номер один. Во Владимире осужденному прислали необычные кроссовки. В их подошве оказались свертки с наркотической смесью. Способ доставки наркотиков осужденным через почтовые отправления сотрудники УФСИН называют самым распространенным. Только за последние три месяца они пресекли несколько подобных попыток. Один осужденный даже пытался лично пронести гашиш, когда его привезли из следственного изолятора в колонию. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Виновным грозит до 12 лет тюрьмы. Наставничество как социальный инструмент. В Москве подвели итоги межрегионального форума отцов, на который съехались активисты из 19 регионов страны. Владимирскую область представлял отец пятерых детей Алексей Сорокин. В прошлом году он получил титул лучшего папы страны. Главная цель встречи – поделиться личным опытом воспитания детей. Не секрет, многие отцы уделяют своим детям мало внимания. 48% российских мужчин по статистике даже испытывают из-за этого чувство вины. На Всероссийском форуме специалисты эту проблему не просто озвучили, но и подсказали, как отец может стать другом своему ребенку. Есть у него время от захода в дверь до сна ребенка, после работы 15-10 минут, час, как провести их более разумно, с развитием. Даже играть. Потому что даже для малышей, если папа разбирается в игрушек, он уже уважение к нему безумное. И жены, кстати, и детей. Наш земляк Алексей Сорокин стал самым лучшим папой благодаря активной общественной и благотворительной работе в 33-м регионе. Один из его последних значимых проектов – велосипед в подарок малоимущим. На его призыв откликнулись множество неравнодушных жителей области. Некоторые привозили настоящие раритеты. Кстати, нуждающиеся могли получить не только двухколесный транспорт. Приносят бабушки, дети отъездили, приносят батарейные вездеходы. Батарейные вездеходы уходят плавно в дом ребенка. Поменяли аккумуляторы, да? Если с велосипедом, там железки, надо крутить педали. А здесь приходится... То есть это уже такая техника, она такая как бы умная. То есть надо там что-то подшаманить и как-то попытаться так, чтобы оно поехало. Сейчас в России, по словам специалистов, около 8 тысяч социально активных мужчин, которые готовы делиться своим опытом воспитания детей. Для этого организаторы встречи провели мастер-классы, где в том числе объясняли отцам, как находить общий язык с властью, как продвигать свои идеи, чтобы дети росли и обучались в комфортных условиях. С триумфом из Грозного. Владимирский боксер Саддам Магомедов стал трехкратным чемпионом России в весе до 91 килограмма. После прошлогодней победы спортсмен получил серьезную травму и лечился 8 месяцев. Но это не помешало ему выйти на ринг и вновь защитить свой титул. С чемпионом встретился Михаил Массиянчик. Лучший боксер страны в весе до 91 килограмма вернулся во Владимир после триумфа на первенстве в Грозном. Чтобы стать трехкратным обладателем чемпионского пояса, спортсмену пришлось показать все, на что он способен. В полуфинале соперником Владимирса стал местный боксер Шабиль Мансуров, за которого пришел поболеть сам Рамзан Кадыров. Несмотря на ошеломляющую поддержку, чеченский спортсмен уступил. А в финальном поединке Саддам в трех раундах победил череповецкого боксера Илью Квасникова. В финале боксировал с парнем, которого я уже давно знал. Я с ним до этого еще два раза боксировал. И там тоже без особых проблем выиграл. Судьи тоже адекватно отдали победу мне. То, что стал трехкратным чемпионом, пока особо таких каких-либо эмоций нет. Вроде все как обычно, надо работать дальше. Россию выиграл, хочется дальше Европа, мир и, конечно же, Олимпиада. К слову, после прошлогоднего триумфа боксер получил серьезную травму глаза. На лечение ушло 8 месяцев. С новыми силами вернуться на ринг Саддаму помогли самые близкие – родители и личный тренер. С последним наш боксер работает всего два года. Но за это время достиг немалых вершин. Пока то, что мы имеем, нам, как видите, устраивает. Мы добились успеха на чемпионате. Но если мы хотим дальше идти, чемпионат мира, Европы, мы должны еще, соответственно, работать. В зале областной школы бокса, где тренируется Саддам Магомедов, недавно сделали ремонт и закупили новый спортивный инвентарь. Ежедневно здесь занимается порядка 40 молодых и перспективных ребят. Всего во Владимире 8 залов, приспособленных для занятия этим видом спорта. По развитию сейчас предусматривается, что еще один филиал, тоже в другом микрорайоне города, планируется. Сейчас ведем переговоры с администрацией города, чтобы там либо на аренды, либо передачи безвозмездные. Но тоже еще зал дополнительно был по школе бокса. Как знать, может быть, именно в этом зале вырастет второй Саддам Магомедов. Михаил Моисиянчик, Егор Хребко, 6 канал. В день рождения устроили капустник. Молодые люди с ограниченными возможностями, которые учатся самостоятельно жить в обычных домашних условиях, пригласили гостей в одну из учебных квартир на проспекте Ленина. Обживать ее стали 7 лет назад. Что изменилось в жизни ребят, расскажет Маргарита Махрова. Мы берем здесь, смотрим, потом на место убираем. А что здесь у вас есть? Книжки, домино есть. Можно играть в свободное время. Сплю здесь. Сама разбираешь кровать? Кресло, да, бывает, когда будет тяжело раскладывать. Раньше Катя Лебедева мало что могла сделать сама. Зато теперь домашние дела ее не пугают, а радуют. Убирать, готовить и ходить в магазин девушка училась постепенно, живя в учебной квартире. Таких всего 7 по городу, и в каждой предусмотрена своя программа реабилитации для особенных ребят. Эта квартира появилась 7 лет назад благодаря помощи спонсора. Ремонт сделали родители, с мебелью помогли неравнодушные владимирцы. Теперь здесь все по-домашнему. И нет отбоя от желающих научиться жить. Ребята приходят разного возраста, с 14 лет и старше. Приходят разного уровня подготовки. Квартира вот месячная такая одна. И в этой квартире ребят проживают или 4 девушки, или 4 молодых человека. Через месяц команда меняется. Ребята идут с радостью. Конечно, с переживаниями, но в то же время и с радостью. Во всех делах ребят, живущих в квартирах, сопровождают педагоги. Много терпения и много любви. Вот рецепт успеха их подопечных, говорят они. Нам приходится всегда помнить о том, что мы педагоги сопровождения. То есть мы не должны делать что-то за ребят, а должны смотреть, чтобы они учились делать это сами. Но при этом эти отношения очень доверительные, эти отношения очень теплые. Специально к 7-летию ребята приготовили капустник. Гостей порадовали не только выступлениями, но и блюдами, которые приготовили сами. Это капустный пирог. А сложно было его делать? Нет. Начинку вчера сделала, а тесто сделала сегодня утром. Сначала тесто положила сверху начинку и снова тесто закрыла. И получилось такое, это в виде ромашки. На день рождения с поздравлениями и подарками пришли городские и областные чиновники. От законодательного собрания жильцам квартиры вручили блендер. Будете учиться месить блины, взбивать, крутить, готовить. Для любой хозяйки на кухне это всегда полезно и важно. Всего на учебных квартирах во Владимире живет более 70 человек. Хотя спрос на этот вид реабилитации гораздо больше. Поэтому совсем скоро откроется еще одна в Суздале. Сейчас Ассоциация родителей детей-инвалидов Свет собирает средства на ее ремонт и просит откликнуться всех неравнодушных. Маргарита Махрова, Артем Горчаков, 6 канал. На этом у меня все. Далее смотрите программу «Под ключ». Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи на РН 6 канале. В 33 регионе сегодня вечером прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Солбики термометров покажут 8-10 градусов со знаком «плюс». По сведениям метеорологов, завтра в областном центре будет облачно с прояснениями. Температура воздуха прогреется до плюс 11 градусов по Цельсию. Ветер юго-западного направления с порывами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 80%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова